Музыка Всем добро пожаловать на видео уроки Le Francais Portois Видео уроки по изучению французского языка И с вами их автор Гайне Сегодня мы продолжаем нашу прошлую тему Кто смотрел прошлый урок, вы явно в курсе Мы рассмотрим слова-аммонимы, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному Les homonimes français Думаю, что это будет заключительный урок на эту тему Но если вам нравятся уроки в таком стиле, пожалуйста, дайте мне об этом знать С помощью лайков и комментариев под видео Ну и давайте начнем с первого слова Сегодня у нас первое слово это péché Глагол péché, который пишется с аксанта U над буквой E Глагол первой группы означает грешить А глагол péché с аксан-сиркомфлекс над буквой E означает ловить рыбу Звучит одинаково Пэшэ, пэшэ, грешить, ловить рыбу Кстати, есть слово существительное Ан пэшэ, оно означает грех Ну и глагол пэшэ, грешить На картинке у нас Лесет пэшэ, семь грехов Лесет пэшэ капито Семь основных грехов, семь смертных грехов, говорим мы И тут, кстати, они все прописаны Если хотите, увеличьте и переведите Как по-французски будет все семь смертных грехов Ну и наш пример ниже Мон пэр, j'ai péché contre toi Отец, я согрешил перед тобой Наверняка какой-то отрывок из Библии В общем, глагол пэшэ, грешить И следующий глагол пэшэ, ловить рыбу Пример Он любит ловить рыбу весной Но если вы услышите эту фразу Можно вполне подумать, что он любит грешить весной Почему бы и нет Итак, пэшэ, грешить Пэшэ, ловить рыбу Ан пэшэ, существительное, означает грех Следующее слово Это слово Уин кур И ан кур Разный род, пишется чуть-чуть по-разному Звучит одинаково Уин кур Женского рода Означает двор Либо суд Смотрим примеры Лезонфон сон до на кур Дети во дворе Или еще один пример Ла кур супрем Верховный суд Так что имейте в виду Есть два основных Абсолютно разных значения этого слова Уин кур Это двор И также это суд И есть достаточно много тематических Устоявшихся фраз Судебных Где может фигурировать слово Кур Ну и переводится чуть-чуть по-разному Но понятно, что это все связано с юриспруденцией И скорее всего вокруг слова суд Что-то вертится Итак, и слово Ин кур Вы уже, наверное, его знаете Это урок Есть слово Это тоже урок Но Но ин кур Это больше означает Как пара в университете Ин кур Итак, наш пример Наши уроки французского Наши уроки французского Очень короткие Следующее наше слово Это Маль Значит Анмаль С тем, как оно пишется слева В виде существительного Означает Зло Если мы возьмем слово Маль В виде наречия Означает оно Плохо Маль И справа Есть еще одно значение слова Анмаль Которое пишется С аксан-циркумфлекс Над буквой А И с буквой И на конце Означает оно Самец Но звучит оно все одинаково Маль Анмаль Анмаль Смотрим со словом Зло И со словом Плохо Пример Анафан Не fait pas la différence Entre le bien Et le mal Ребенок Не знает разницы Между добром И злом Слово Добро Это будет Le bien Слово Зло Будет Le mal А при всем при этом Слово Хорошо Как наречие Как Хорошо Будет просто Bien А слово Плохо Как плохо Будет Маль На всякий случай Говорю вам И следующее значение Слово Анмаль Самец На фотографии У нас Это как билборд Нового продукта Новых духов Который называется Le beau mal И у нас Пример Сразу же ниже Le beau mal Et le nouveau parfum De Jean Peul Gautier Красивый самец Или прекрасный самец Это новый парфюм От Jeanne Поля Gautier Итак Un mal Это зло Un mal Это самец Ну и еще слово Mal означает Плохо Переходим на следующее слово Это слово Une salle Что означает Зал И слово Salle В виде прилагательного Означает Грязный Либо грязная Пишется одинаково Salle Смотрим примеры С залом On est entré Dans la salle De cinéma Мы зашли В кинозал Ну слово Зал Во всех его значениях Это будет Une salle И пример Со словом Грязный Salle Твоя машина Очень грязная Нужно ее помыть Итак Une salle Это зал И слово Salle Также означает Грязный Грязная Переходим на следующее слово Это слово Une date Une date С одной буквой Т Означает Дата Число И Также Une date С двумя буквами Т Означает Finic Наши примеры Ниже Quelle est la date D'aujourd'hui Какая Сегодня Дата Какое Сегодня Число Говорим мы По-русски Quelle est la date Aujourd'hui И со словом Finic La date est le fruit du palmier d'atier Finic Это фрукт Растущий На финиковой Пальме Une date Это data И une date Это Финик Следующее слово Enfer Enfer Существительное Означает Железо Или Какое-то Изделие Из железа Например На картинке У нас Faire A cheval Подкова Она сделана Из железа Поэтому По-французски Это будет Если дословно Железо Для лошади Enfer И глагол Faire Который вы уже Явно знаете Основной Глагол Третьей группы Который означает Делать В его инфинитиве Звучит точно так же Faire Делать Ну и смотрим Примеры Со словом Faire Как железо Я забыл выключить Утюг Утюг По-французски Будет То есть Железо Для того Чтобы Гладить Если дословно Во французском Часто фигурирует Именно это слово Фaire И дальше Объяснение Чему служит Это железо Как мы видим Фaire А шеваль Подкова Ну и даже Железная дорога Будет Шмон де фер Дорога из железа В общем Это слово Вы можете встретить Очень часто Ну так же Как и глагол Фер Надеюсь Вы помните Как он спрягается В настоящем В прошедшем И в будущем Времени Говорю это для того Чтобы вы лучше Поняли пример Ниже Мальчик Застелил постель Глагол Фер Как я сказала Означает Делать И так же Глагол Фер Фигурирует Часто В определенных Фразах Например Фер Убраться Фер Лоли Застелить постель Да Если дословно Сделать Постель Но во французском Это означает Как застелить постель Прибраться Анфер Железо Или изделие Из железа И глагол Фер Означает Делать Следующее слово Очень богатое Слово На аммонимы Это слово Вер И тут Смотрите Внимательно Анфер Мужского рода С двумя буквами Р Означает Стакан По-французски Также Анфер С одной буквой Р На конце Означает Червяк Также Анфер С буквой С на конце Означает Строка Также Также Слово Вер С буквой С на конце Означает Предлог К Например Идти к чему-то К пяти часам Он придет Вот Скорее всего Это аналог Русского Предлога К Вер И еще Одно Слово По-французски Зеленый Будет Вер С буквой Т На конце Если Женский Род Будет Вер Главное Тут Не Запутаться Итак Мы Посмотрим Только Один Пример Вынесенный Тут Касательно Слова Строка Звучит Так же Как И Напиши Мне Пару Червяков Напиши Мне Пару Стаканов Но Пишется Просто По-другому И Еще Один Очень Наглядный Пример Как Видите На Картинке Ниже Запомните Эту Фразу Зеленый Червяк Идет К Зеленому Стакану Вот так вот Пять значений Анвер Стакан Анвер Червяк Анвер Строка Вер Это предлог К И Вер Означает Зеленый И Следующее Наше слово Это слово Ангольф Ангольф Без буквой Э На конце Означает Гольф А Ангольф Без буквой Э На конце Означает Залив Смотрим Примеры Они Они Хорошо Умели Играть В Гольф И Пример С заливом Легольф Персик Это Ангольф Долусеар Индия Персидский Залив Это залив Индийского Океана Ангольф Гольф Ангольф Залив Следующее слово Мэр 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 С тем Как оно Пишется Слева Обратите Внимание И Также Мэр Это Море Пишется Без Оксана И без Буквы Э На конце Но Читается Одинаково Мэр Мама Смотреть На море И Слово Анбалет Анбалет Означает Как балет Так и Веник И швабру Вот так вот Балет Пишется С двумя Л И буквой Т На конце Анбалет Швабра Пишется С А И На конце Анбалет Лобалет Это Нар Драматик Ки Апаре О Кинзием Секле Анитали Балет Это Вид Драматического Искусства Зародившийся В 15 Веке В Италии Ну и Пример Со шваброй С веником Эль Фэ Лепусиэр Обалет Она Избавляется От пыли С помощью Веника Или Она Подметает Чтобы Избавиться От пыли Метла Веник Обалет И Балет Будет Обалет И это Было Последнее слово На сегодня Благодарю вас всех За внимание Надеюсь Что не прощаюсь С вами Надолго Постараюсь В ближайшем Времени Загрузить Еще Один Урок Спасибо Merci 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 A tous Et passez Une très belle Journée Au revoir A bientôt Продолжение следует...